Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Добната Спейс, и сегодня данное видео будет посвящено конвенции фанатов лего, а также коллекционеров, ну и продавцов раритетных наборов. А именно сегодня речь пойдет об Recon, конвенции лего фанатов в Америке, но если быть конкретнее, то в городе под названием Сиэтл. Там я побывал совершенно недавно, буквально несколько дней назад, и вот сразу решил записать видеоролик, смонтировать его и выложить, дабы вы как можно скорее могли посмотреть и оценить данную замечательную выставку. Данное видео будет разделено на две части, где я буду рассказывать про данную конвенцию. Первая, вот эта часть будет посвящена различным стендам с самоделками, с различными интересными постройками из лего. Ну а вторая часть будет для многих, наверное, интереснее, там будут освещены раритеты, наборы лего, которые эксклюзивные, старые, и которые, наверное, вам даже могло казаться, их уже нельзя нигде взять, но на самом деле они там даже продавались. Что ж, давайте не будем мешкать и начнем. При входе в огромный зал сразу было понятно, будет много лего замков, потому что самое первое, что красовалось, это надпись Lego Castle, и сразу же можно было видеть через толпы людей огромные замки, которые были там продемонстрированы. Конечно же, помимо этого были и Звездные войны, и многое другое, как вы можете видеть на данном видео. Но преобладал там замок, было даже немного биоников, но о них чуть-чуть попозже. Не отходя от темы Звездных войн, можно было сказать, что вот здесь у нас имеются радиоуправляемые лего модельки R2-D2, еще вот этого довольно интересного дроида, который постоянно пытался ко мне подъехать, я уж точно не знаю его модель, но R2-D2 вот собран вообще шикарно. Ну а что это за белый такой дроид? Напишите мне в комментариях, потому что я таких не припомню. Возможно, он был где-то в четвертом эпизоде на Татуине в Моасайсли, и про него все забыли. Ну, также там были самоделки различные, не минифигур скейл, то есть либо меньше, либо больше самих минифигурок, в которых нельзя было садить ваших персонажей, но по большей части все, конечно, модели соответствовали именно минифигур скейл, как, например, продемонстрировано здесь. Ну и Bionicle, да, они там были, довольно-таки много самоделок, довольно-таки классных и интересных, там было продемонстрировано. Я снял их как можно более детально, дабы вы могли их все рассмотреть и, ну, узнать, как все-таки самоделят за океан, можно так сказать. Очень мне понравился вот этот Makuta с крыльями и Pterodactyl. Мне кажется, что они сделаны, ну, просто шедеврально. Действительно, очень сложные самоделки и выглядят просто уникально. Даже был Ракши Ворокса кастомный и много других, много мелочевки, но и самые классные, это, конечно же, Титаны. Выглядят они, как всегда, круто и эпично. Ну, а так-то, да, их там было довольно-таки много. Ну, конечно, помимо этого были вот такие вот ребята. Я уж точно не знаю, зачем их выставили, но это тоже как бы Bionicle. Вот насколько много было там людей и, да, там весь зал был забит. Именно потому что конвенция самая большая, так понимаю, про Лего. Вот, и, в принципе, вот сам размах, размах данного зала, в котором находились все самоделки и все раритеты, о которых мы поговорим в дальнейшем видео. Вот как раз-таки слева можете видеть коробки различные. Там уже все и приобретали раритеты. Было много самоделок, механизмов, что меня удивило. Вот, не думал, что люди прямо так на них фанатеют, но их было реально много. Шарики всякие перекатывались туда-сюда. Продемонстрирован был различный механизм, я так понимаю. И там целый вот этот стенд большой был, посвященный как раз-таки именно этим шаровым механизмам, которые их просто перекатывали из различных бочечек, тележечек. Не знаю, по рельсам они катались и много чего другого делали. В целом, все это было собрано, конечно, очень умными людьми, потому что нужно было рассчитывать траекторию падения и так далее, и так далее. Ну, главная стилизация у многих из них были довольно интересные. Не мог я обойти стороной и раздел меха, ну, роботов различных, которых собрали из Лего. Должен сказать, тут я был совсем не удивлен. Ну, точнее, нет, я был удивлен, но в плохой степени, потому что довольно таких годных роботов я не увидел, разве что вот этот, не знаю, гандам странный, а так больше ничего и не было. Возвращаясь к теме механизмов, вот, пожалуйста, наглядный пример того, что можно было увидеть на этой конвенции. Вот такая вот большая railway, как это называется? Ну, американская горка, просто говоря. Я уже и забыл терминологию по-русски, но в любом случае здесь вы можете наблюдать, как она построена. Конечно, мини-фигурки в такой вот интересной повозочке поднимались наверх довольно-таки медленно, возможно, для того, чтобы натянуть какую-то леску, которая потом проводила пусковую реакцию, дабы они потом вниз с огромной скоростью падали. И да, надеюсь, они себя после этого хорошо чувствовали. Также там был, с другой стороны, механизм, так раскрывался и показывал, как это все там сделано. И, что интересно, там вон кубики слева стоят пропечатанные. Всех брик-конов, которые проводились, проводились они с 2004 года. Но там вы можете видеть, будто бы профессор сидит перед компьютерами и что-то клацает. Был довольно интересный ящик вот такой вот, в другой мир, можно сказать, в Финляндию, наверное. Вот он просто интересно был собран, я его решил заснять, показать вам. И под ним вон спонжбоб был, что тоже интересно. Очень меня удивила вот эта вещь. Это не особо самоделка, это просто огромная битва, битва пяти воинств, можно сказать, такого размаха и масштаба. Там все по кастл, все по фэнтези. И на заднем плане, опять же, можно видеть различные замки, которые также выглядят, ну, просто шикарно. Помимо этого, не отходя от темы Хоббита и Властелина колец, у нас был Шир, а именно Хоббитон. Вот такая вот самоделка, огромная просто. Мне кажется, что автор очень постарался и сделал ее максимально детализированной и похожей на то, что было в фильмах. И помимо этого, ну, я бы добавил, конечно, больше, наверное, персонажей, Хоббитов, этих Хоббитцей. Да, то есть что-то маловато совсем уж там было, но зато вон мы можем видеть и Балина. Ну, от них уже камера ушла, ну, там была отсылка к Хоббиту. Но, в целом, конечно, я думаю, на строительство ушло очень много времени, учитывая то, насколько здорово все это выглядит. Действительно, очень красивый Шир и грех там не побывать. Также я сделал вот такую вот фотографию, дабы вы могли еще лучше оценить его великолепие. Ну, замки, замки классического фэнтези у нас есть. Вот у нас замок короля Ревета, с вот такой вот мозаикой в виде короны. Ну, а рядом с ним имеется вот такой вот данжен со скелетным драконом, который собирается, ну, точнее, украл, наверное, все это золото, либо же себе его забрал. Конечно, там такая система проходит, сверху вы можете видеть. Это тоже как бы в разрезе, я так понимаю, шахта, можно сказать, как в Майнкрафте, если вы знаете, когда вы заходите в данж, вот примерно такое в разрезе и происходит. Вы там бегаете и по пути теряете все свои алмазы. Ну, я думаю, в данном случае, вот там гном-шахтер, возможно, он как раз-таки этими старался заняться, но понял, что зря он туда попер. Помимо этого, конечно же, был и замок злодеев, вот он представлен здесь в виде такой башни, очень классно сделанный, вот мне нравится, как кирпичики эти поставили. Это, к слову, такие 2х2 тайлы, которые просто прикреплены к довольно редким пимпочкам, ну, их там много было задействовано. Рядом с ним был такой серый замок, у меня вроде бы должна быть еще иллюстрация, ну, не иллюстрация, а фотография его, дабы вы увидели его в более хорошем качестве. Но он тоже очень много деталей в себя вобрал, и очень классная фактура самого камня была сделана. Мне нравится, что он такой не просто вот камень-камень, а там именно интересно сделана была фактура. Помимо этого, вокруг рыцари, ну, и в целом он, конечно, тоже громадный, просто массивное сооружение. Также все это стояло на воде, вот как вы можете видеть, там был ров с водой вокруг этого огромного замка, просто массивного, мне кажется, тут даже ров с водой ему не нужен. Ну, а здесь ребята еще больше переборщили с водой. Это у нас, я так понимаю, необитаемые острова, вот, и там как раз таки вот плывут эти злодеи с замка дракона, и собираются явно атаковать своих противников, ну, а точнее рыцарей короля Ревота. Это все, я так понял, одна самоделка, там вон и магический лес, и башня, видимо, торговые пути там какие-то сходятся. Ну, от фэнтези мы отошли к более сайенс-фикшн вещам, то есть фантастика, боевики, роботы и так далее, и так далее. Вот эта самоделка не особо мне была понятна, тут просто роботы, я так понимаю, помогали что-то строить, но вот этот звездолет, например, мне очень понравился своим внешним видом, и, опять же, сложность конструкции там, ах, на высоте. Как-никак, по большей части космос занимали либо классический спейс, либо же обычные ракеты, там, Аполл или так далее, и так далее. Медленно, наверное, мы перешли к теме мозаик и вот этих пиксель-арта, где почему-то красовался огромный Стив, просто здоровенный, он размером с полчеловека, наверное, вот, даже больше. Вот, и как раз-таки после этого был раздел с еще более странной фантастикой, которая, на самом деле, мне больше понравилась, ибо здесь были более интересные постройки, как по мне. Например, вот этот город мне напоминает какой-то инопланетный, ну, на инопланетной станции, можно даже сказать, где вот такие вот живут существа, которые только и делают, что терроризируют галактику. Ну, а рядом с этим можно было видеть одну из их башен, я так понимаю, которая крутилась и просто создавала энергетическое поле, которое могло защищать ту самую космическую базу. Ну, и да, в целом, что тут можно еще сказать? Самоделки, большая часть из которых были на очень довольно-таки интересной тематике, хотя, по идее, тут было вообще смешение всего подряд, то есть какой-то конкретики я не видел, там, я не знаю, Властелин колец или Звездные войны, ну, как, да, была самоделка Шира, но вот, по большей части, это, видимо, сами люди что-то придумали, свои истории, и их пытались в мире лего запечатлеть. Ну, или получали какую-то комбинацию из деталей интересную и просто ее выставляли. Было также довольно много интересной мелочевки, разных мехов и так далее, и так далее, но на фоне всех этих грандиозных сооружений они как-то терялись. Я их немножко записал, вот, на пару секунд, ну, потому что рядом были гораздо более большие самоделки. Но, должен сказать, что, думаю, мои подписчики, да и я тоже, можем в целом на этой выставке выставить свои самоделки и быть, ну, во многом не хуже, чем те, которые выставлены здесь. Да, на такие грандиозные моки нам, конечно, деталей вряд ли хватит, как на вот этот, например, Тивия, корабль Тивия называется. Но вот что-то по дизайну, по стилистике интересное, думаю, все мы в состоянии сделать. Да, тут, конечно, у многих просто была куча одинаковых деталей, но вот, например, этот Веном сделан классно с точки зрения просто своего дизайна и так далее, и так далее. Ну, и тут чувак явно Бэтменом увлекался, посмотрите, у него просто костюмы крутятся Бэтмена и такая Бэтпещера, но это по мультфильмам, это новому. Вообще, я бы хотел, чтобы было по-старому Бэтмену, но кто знает. Также здесь есть, вот, можно сказать, Финляндия, ну, я не знаю, такой вот новогодний город. Что интересно, тут был такой артефакт, это у нас Ship in a Bottle набор Lego Ideas, который вышел, который можно в магазинах купить было. Левиафан, но это его оригинальная версия от того человека, который его создал. Потом Lego его немного передизайнило и выпустило в свет. Ну, в целом, да, пиксель-арт, он везде пиксель-арт, так что тут ничего такого сверхъестественного не было. Ну, и, конечно же, так как это все проходило в городе под названием Сиэтл, там была вот такая вот здоровенная башня Сиэтла, которая находилась как раз-таки в этом городе. Что ж, друзья, всем спасибо за внимание. На этом все, увидимся во второй части моего репортажа. Спасибо. Спасибо.